На нашей планете колоссальное количество воды Целый миллиард кубических километров Хотя, конечно, по сравнению с общим объёмом Земли Это выглядит не слишком внушительно Из этого объёма для питья годится совсем немного Не больше трёх процентов Остальная вода содержит слишком много соли В 70 раз больше, чем должно быть в нормальной пресной воде А ну-ка, Фу! Кажите сюда! Ну и как это теперь исправить? Устройство, удаляющее соль из морской воды Называют оплеснителями Самым мощным оплеснителем является солнце Когда солнце нагревает морскую воду, она испаряется А соль остаётся в море Водяные пары поднимаются вверх, охлаждаются И образуют облака, состоящие из мелких капелек пресной воды Ветер гонит облака по небу Они натыкаются на холодные вершины гор И осыпают их снегом А уже с гор стекают ручьи и реки с пресной водой Которые в итоге попадают обратно в море Этот чудесный процесс называется Круговорот воды в природе И продолжается миллионы лет Сделать воду пресной можно даже в походных условиях Для этого надо в кастрюлю с морской водой поставить стакан И закрыть кастрюлю плёнкой Если нагреть воду на костре Вода будет испаряться и оседать на внутренней поверхности плёнки Останется только придавить плёнку камнем Чтобы капли пресной воды стекали в центр И капали в стакан Такой метод называется дистилляция Ещё один способ – просто заморозить воду Замерзая, вода вытесняет соль и становится пресной А незамёрзшая вода становится ещё более солёной Фуфифтвует ещё один фуфоп Способ называется обратный осмос Морскую воду пропускают под большим давлением через фильтр Сквозь который проходят только молекулы воды Такой фильтр задерживает как молекулы соли, так и вирус из бактерий А значит, делает воду не только пресной, но и безопасной Оказалось, что соль в воде распадается на отрицательно и положительно заряженные частицы Поэтому, чтобы очистить воду от лишней соли, достаточно пропустить её между двумя электродами Положительный электрод притянет отрицательные солёные частицы А отрицательный электрод заберёт частицы со знаком «плюс» И мы получим пресную воду Такой процесс называется электродиализ И сколько же электродов нужно, чтобы очистить целое озеро? Колоссальное количество! Но сэкономить энергию нам помогут наши маленькие друзья – бактерии Не фу, а технология будущего Учёные открыли особый вид бактерий, которые могут вырабатывать электричество Эти удивительные бактерии могут становиться отрицательно заряженными Если покрыть ими электрод, то в контуре появится ток Такой электродиализ получил название биологический Продолжение следует...